У страны достаточно собственных ресурсов, чтобы продолжить развитие, игнорируя все попытки нас как-то задержать, остановить, вовсе повернуть назад. Предстоит определить, как будут меняться ключевые тренды в связи с новыми обстоятельствами на различных рынках, что произойдет в конкретных отраслях промышленности, где лучше предусмотреть дополнительную подушку безопасности или ускорить темп движения вперед. Более 300 мер по поддержке производителей и бизнеса предусмотрены в условиях санкций, сообщил премьер Михаил Мишустин на Международном экономическом форуме в Петербурге. Он проходит уже в 25-й раз. Девиз в этом году – новый мир, новые возможности. На форуме выступят более 500 спикеров, в том числе приехали представители бизнес-объединений Франции, Индии, Турции, Арабских Эмиратов, США, Канада, Египта и ряда других стран. На РБК главные новости в студии Антон Гладышев. «Газпром» уведомил итальянскую компанию «Ени» о сокращении поставок на 15%. О причинах пока не сообщается. Объем импорта природного газа в Италию из России составляет около 29 миллиардов кубометров в год. Это 40% всех потребностей страны. Ранее правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки прекратить закупки у России. Премьер-министр Марио Драги заявил, что полный отказ возможен во второй половине 2024 года. Однако глава «Ени» Клаудио Дискальци отметил, что премьер слишком оптимистичен. Этого можно будет добиться не раньше середины 2025 года. Накануне «Газпром» предупредил, что снизит прокачку по северному потоку сразу на 40% из-за того, что «Сименс» задержала возвращение из ремонта агрегатов для компрессорной станции. В немецкой компании заявили РБК, что виновата Канада, которая не отдает оборудование из-за антироссийских санкций. Из восьми компрессоров работают только три. Икея оптимизирует бизнес в России. Как сообщили в пресс-службе, компания продаст все четыре завода в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Розничный бизнес остается на паузе, но Икея в ближайшее время распродаст товары, которые находятся на складах. Часть работников планируют сократить. Решение в Икея назвали трудным, но необходимым пояснили. За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась, пока в компании не видят возможности возобновить работу в России. Но Икея не собирается продавать торговые центры «Мега». Они по-прежнему открыты. Минпромторг уже уведомил Генпрокуратуру о решении Икея по сокращению штата. Там проверят соблюдение прав работников. При этом в министерстве уточнили, что шведская компания планирует выплатить сотрудникам компенсацию в размере семи окладов. Икея сотрудничала с 30 крупными российскими поставщиками предметов мебели. Теперь они смогут производить ту продукцию, которая раньше выпускалась исключительно для Икеи, под собственными брендами, заявили в Минпромторге. Основная тема Международного экономического форума в Петербурге — новый мир, новые возможности. Там находится моя коллега Виктория Лукашева. Ей слово. «Несмотря на то, что официальное открытие форума только завтра, уже сегодня прошло несколько интересных сессий, посвященных и малому и среднему бизнесу, также лекарственной безопасности и креативному бизнесу. Практически все стенды уже работают, и здесь уже проходят первые переговоры бизнесменов из разных стран и также чиновников. Нужно сказать, что действительно здесь есть представители из разных уголков мира. С 14 июня Россия полностью сняла все антиковидные ограничения для иностранцев. Чтобы попасть на форум, все-таки нужно сдать ПЦР-тест, дождаться отрицательный результат. И здесь также действует масочный режим. Стоимость участия в этом году 960 тысяч рублей по сравнению с прошлым годом. В прошлом году было 840 тысяч, а в 2019-м до пандемии 350 тысяч рублей. Подорожало и питание. Комплексный обед стоит 4,5 тысячи рублей. В прошлом году было меньше 4 тысяч. Ну и, конечно, традиционно на период проведения Петербургского экономического форума дорожает и проживание в отеле. В этом году на форуме нет официальных делегаций из так называемых недружественных стран. Однако из этих государств приехали представители и бизнеса, и науки, и культуры. То есть все они здесь участвуют, проводят переговоры, участвуют в сессиях. Работают здесь и многочисленные делегации из Египта, Китая, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов. И вот все они говорят о том, что на предыдущих форумах уже есть большой результат от тех переговоров, которые были проведены, от тех договоренностей, которые достигнуты. И, соответственно, ожидают не меньший результат и от мероприятия в этом году. Я бы хотел избежать политических вопросов. Я думаю, у нас есть отличные возможности в сфере транспорта, причем речь и о пассажирских перевозках, и о грузах. Я думаю, в текущих условиях мы могли бы играть роль поддержки для международного сообщества. Я имею в виду весь бизнес, все человечество. Создавать больше возможностей. В общем, мы здесь для того, чтобы делать бизнес все проще и проще, с помощью тех возможностей, которые у нас есть. Я думаю, мы могли бы стать хорошей поддержкой и для Китая, и для Европы, и так далее. С помощью того, чем мы обладаем. И играть позитивную роль в нынешних условиях. Форум — это еще и отличная площадка для российских разработчиков показать свои новинки. Так, например, здесь мы увидели первый в мире 5D-принтер, разработанный в Волгограде. Стоит он около миллиона рублей, но моментально себя окупит за счет низкой себестоимости тех деталей, которые он печатает. И, соответственно, в условиях санкции для многих производств он будет, что называется, незаменимым. Это 5D-принтер, первый в истории в своем роде, создан в России, в Волгограде, который производит промышленные запчасти с более низкой себестоимостью, чем оригинальные. Ну, например, просто если мы возьмем в сравнении оригинальной крыльчатки кислотного насоса 52 тысячи рублей против напечатанной 2650 рублей в 20 раз. Классический 3D-принтер, он имеет стол. Он без стола печатать не умеет, ему нужны основания. Наш принтер выращивает деталь из центра, но то есть сама деталь является для себя же и основанием. Социальная сеть ВКонтакте на Петербургском экономическом форуме представила новую образовательную онлайн-платформу взамен тем площадкам, которые ушли с российского рынка. Запускаем такую новую историю, связанную с возможностью для каждого гражданина нашей страны, да, в принципе, наверное, любой страны мира, для того, чтобы они могли учиться у лучших профессоров из российских вузов через онлайн-курсы. И это возможность в том числе заменить какие-то иностранные платформы, да, и дать доступность любому по возрасту, любому по доходам, в принципе, без ограничений, да, откуда угодно можно будет учиться и проходить курсы по разным направлениям, и IT, и гуманитарные, и экономика, какие-то, может быть, фундаментальные знания получать через эту платформу, которую сегодня вместе с вузами создаем. Ну, конечно, главное мероприятие форума состоится 17 июня. Это пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касымжа Март-Такаева. Как рассказали в Кремле, Владимир Путин заявит о тех задачах, которые сейчас стоят перед Россией. Это экономическое развитие, стимулирование деловой активности, укрепление внешних торговых и инвестиционных связей. Также он даст оценку текущей ситуации в мире, что касается и политики, и экономики. А после выступления на пленарной сессии планируется общение Владимира Путина с президентами Казахстана и Армении. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok